Всем привет, и добро пожаловать на Вундерби Трейдинг. В этом видео мы предоставим подробный обзор нашей платформы и покажем ее основные функции. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш ютуб канал, где вы сможете найти не только обучающий видео контент, но и бесплатных торговых роботов, которых можно легко запустить на нашей платформе. Давайте начнем. Вундерби Трейдинг – это платформа, которая позволяет без проблем начать торговать и инвестировать в криптовалюту. Пользователи могут копировать сделки лучших криптотрейдеров с прозрачной торговой статистикой, торговать самостоятельно, используя продвинутый торговый терминал Вундербит или создавать полностью автоматизированных торговых ботов с помощью TradingView. Как зарегистрироваться Чтобы начать торговать через Вундербит, вам нужно зарегистрироваться на платформе. Для этого нажмите кнопку зарегистрироваться. В форме укажите свое имя, адрес электронной почты, придумайте надежный пароль, а также ознакомьтесь и примите условия и положение использования платформы. Вскоре после регистрации вы получите письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке из письма, чтобы подтвердить свою учетную запись и завершить процесс регистрации. После этого вы можете войти в свой торговый аккаунт Вундербит. Как подключить биржу? После регистрации всем новым пользователям дается возможность бесплатно использовать подписку с планом PRO в течение 7 дней, чтобы протестировать платформу и изучить все ее возможности. По окончанию пробного периода ваша учетная запись будет автоматически переведена на бесплатный план подписки. Первым шагом к началу торговли является подключение API вашей биржи. Самый простой способ сделать это – нажать кнопку «Подключить биржу». Если вы еще не торгуете на какой-либо криптовалютной бирже, вы можете щелкнуть на иконку биржи внизу страницы и перейти на страницу регистрации этой биржи. Чтобы начать процесс подключения API, в открывшемся меню выберите биржу, создайте имя своего профиля API. Под этим именем вас будут видеть другие трейдеры на маркетплейсе, если вы захотите стать публичным трейдером или предоставлять торговые сигналы и привлекать подписчиков. Затем введите свой API ключ и секрет, который вы создали на бирже и нажмите кнопку «Добавить». Настройки платформы. После подключения биржи вы будете переведены на вкладку «Настроек», в которой вы можете изменить имя учетной записи, выбрать страницу, которая будет открываться при входе на платформу по умолчанию, а также выбрать свой часовой пояс. Это будет особенно полезно при настройке вашего первого бота. Вы также можете добавить краткое описание о себе и выбрать изображение профиля. Это описание будет видно в вашем публичном торговом профиле. На следующей вкладке вы можете увидеть биржу, который вы уже подключились. Если вы хотите добавить еще один API, вам нужно просто нажать на кнопку «Добавить». На вкладке «Безопасность» вы можете сбросить пароль, а также включить двухкратную аутентификацию, которая повысит безопасность вашего профиля. Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Включить» и следуйте инструкциям на экране. Последняя вкладка в настройках – это уведомления. Все уведомления будут приходить на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. Если вы не хотите получать электронное письмо каждый раз, когда ваша позиция меняет статус, вы можете отключить их. Однако, мы настоятельно рекомендуем не отключать уведомления об ошибках. Теперь все настроено и готово к тому, чтобы вы совершили свою первую сделку через Wunderby Trading. Торговый терминал. Чтобы совершить первую сделку, вы можете либо щелкнуть на вкладку «Терминал» в меню слева, либо на кнопку «Создать сделку». В обоих случаях вы будете немедленно переведены в торговый терминал. Вверху этой вкладки вы увидите баланс вашей биржи. В левой части страницы вы увидите график TradingView для выбранного актива, а в правой части вы увидите настройки для своей сделки. Чтобы создать свою первую позицию, выберите биржу из раскрывающегося списка. Затем вы можете выбрать API, которым хотите торговать. Если вы подключили несколько API у одной и той же биржи, вы можете выбрать несколько API, которые будут участвовать в торговле. Эта функция особенно полезна, если вы управляете несколькими портфелями одновременно. После этого вам нужно будет выбрать тип стратегии, которую вы хотите использовать, выбирая между классической, предовой или DCA. В зависимости от выбора стратегии, соответствующим образом изменятся параметры настройки и сделки. Чтобы узнать больше о каждом из типов стратегии, посетите нашу базу знаний. Ссылка будет дана в описании данному видео. После этого выберите направление вашей торговой позиции – Long – покупка или Short – продажа. Выберите пару, которой хотите торговать. Список доступных пар зависит от активов, которые у вас есть на бирже. Например, если на вашей бирже у вас есть только USDT, вы увидите только пары с USDT в качестве валюты котировки. После выбора доступной пары вам нужно будет выбрать тип ордера. Вы можете установить лимитный или рыночный ордер. Если вы выберете лимитный ордер, важным параметром будет время его действия. Этот параметр будет отображать время в минутах до истечения срока действия лимитного ордера. Если ордер не был исполнен по истечении указанного вами времени, он автоматически снимается с биржи. Следующим важным шагом будет выбор доли портфеля, участвующего в сделке. Вы можете указать его как процент от доступного баланса или выбрать фиксированную сумму в валюте котировки. Доступный баланс на вашей бирже – это сумма средств, которую вы можете использовать и которая не используется ни в какой другой позиции. Выбор кредитного плеча будет доступен только в случае торговли фьючерсами. После этого вы можете выбрать вариант Reduce Only для выхода из вашей позиции. Выберите уровни Take Profit и определите уровень Stop Loss. Также доступен параметр Trailing Stop. Чтобы узнать больше об этих функциях, обратитесь в нашу базу знаний. Ссылка будет дана в описании к данному видео. Как только эти параметры будут заполнены, вы можете создать стратегию и после этого вы сразу попадете на вкладку позиции. Вкладка позиции. На вкладке позиции вы можете увидеть свои открытые стратегии и увидеть все параметры, которые вы установили в торговом терминале. Вы также можете переключаться между классической, предовой или DCA вкладками в верхней части страницы, чтобы увидеть соответствующие стратегии. Средний P&L представляет собой разницу между ценой входа и текущей рыночной ценой в процентах. Окупаемость инвестиций также учитывает сумму, на которую вы совершили сделку, и покажет вам процентную прибыль или убыток от ваших инвестиций. Также вы можете увидеть информацию о начальном соотношении риска и прибыли, статус вашей сделки и временную отменку в конце каждой стратегии. В последней колонке отображается ряд действий, которые можно применить к этой позиции. Вы можете закрыть позицию, отредактировать уровни тейк профита или стоп лосса или щелкнуть на значок информации, чтобы увидеть более подробную статистику по вашей стратегии. Если у вас используется несколько API в одной стратегии, вы можете увидеть профиль каждого API в стратегии. Как только стратегия будет завершена, она будет удалена из вкладки открытых стратегий, и ее можно будет найти во вкладке со всеми стратегиями. Вы также можете фильтровать свои позиции по статусу стратегии, независимо от того, завершена она или отменена. Также есть возможность закрыть все открытые стратегии сразу. Если вы нажмете кнопку закрыть все, то все открытые стратегии будут закрыты с помощью рыночного ордера. Дашборд. Когда у вас будет хотя бы одна завершенная сделка, вы увидите агрегированную статистику для своей учетной записи в дашборде. Аналитика покажет вам все учетные записи API, которые у вас есть, и предоставит подробную статистику по совокупным сделкам, которые вы совершили в каждом профиле API. Вы сможете фильтровать эту информацию по временному интервалу или минимальному количеству сделок. Вы также можете увидеть дополнительную статистику, такую как совокупный объем оборота, прибыль или убыток в долларах, процент прибыльной торговли и количество активных фото или подписчиков, которые у вас есть на этом API профиле. Чтобы получить подробную информацию о том, как рассчитываются эти параметры, обратитесь в нашу базу знаний. Ссылка будет предоставлена в описании к данному видео. Под вкладкой аналитики вы сможете увидеть стоимость портфеля в долларах, США, биткоинах или эфириуме, а также общий отчет прибыли и убытков за последние 7 дней, последние 30 дней и за все время. Последний раздел на вкладке дашборд это портфель. Портфель покажет вам круговую диаграмму с распределением активов, которые у вас есть по всем подключенным биржам. Вы также можете отобразить активы по каждой бирже. Первый торговый бот. После подключения биржи и создания первой стратегии, вы можете создать своего первого бота на Wunderbit Trading. Чтобы начать процесс, нажмите кнопку создать бота. Это переведет вас на страницу настроек бота. Эта страница разделена на две части. Часть с правой стороны состоит из деталей сигналов TradingView и руководств YouTube о том, как настроить бота на основе индикатора TradingView, для которого у вас нет кода, а также о том, как настроить стратегию TradingView через PineScript код. Мы также предоставляем несколько бесплатных стратегий TradingView, которые вы можете легко применить в Wunderbit Trading, используя наш код и платформу. Детали сигналов TradingView это важная информация, которую вам нужно будет импортировать в свой сигнал из TradingView. Он формируется на основе первого блока в левой части настоящего экрана. Чтобы начать создание бота, введите имя бота. Выберите биржу и API, которым вы хотите торговать, а также выберите таймфрейм. Таймфрейм в первую очередь будет зависеть от графика TradingView, который вы используете для своего бота. Например, если ваш бот работает на 15-минутном графике, вам необходимо указать 15-минутный таймфрейм и в настройках бота. Последнее, что вам нужно сделать, чтобы заполнить детали сигнала, это выбрать пару, которые будет торговать ваш бот. После этого нужно выбрать тип ордера. Если вы хотите, чтобы ваш бот входил в сделку сразу после получения сигнала, выберите рыночный ордер. И наоборот, если вы хотите, чтобы бот ждал определенной цены после получения сигнала от TradingView, используйте лимитный ордер. Выбирая лимитный ордер, вы можете указать отклонение цены для входа от самого сигнала на вход. Давайте разберем, как это работает. Предположим, вы получили уведомление от TradingView о входе в сделку. С момента предупреждения бот будет смотреть на актуальные Last, Ask и Bit цены для выбранного актива на бирже, а затем использует отклонение от этой цены для определения уровня лимитной цены. Если вы открываете Long позицию, то цена вашего лимитного ордера будет Last, Bit или Ask цена за вычетом отклонения цены. Обратное верно для Short позиции. После этого вам нужно выбрать объем, которым вы хотите зайти в сделку. Здесь его также можно выбрать либо как долю от портфеля, либо как фиксированную сумму. Следующая важная настройка для вашего бота называется многократные входы. Эта функция позволяет вашему боту масштабироваться в нужную позицию. Стратегией TradingView это называется пирамидингом. Эта функция позволяет создавать дополнительную стратегию каждый раз, когда ваш бот получает сигнал на новый вход в том же направлении. При использовании функции многократные входы вам будут доступны два варианта выхода. Первый – рассматривать каждый дополнительный вход как отдельную стратегию собственными уровнями Take Profit и Stop Loss. Второй вариант – включить опцию «Полный выход». Если она включена, то как только будет получен сигнал о выходе из стратегии, бот автоматически закроет все стратегии, которые были открыты многократными входами. Следующим шагом будет выбор целевых значений Take Profit и уровня Stop Loss. Чтобы выбрать Take Profit, сначала определите размер позиции, которую вы хотите продать при достижении цели Take Profit, а затем определите сам уровень Take Profit. После этого вы можете установить второй и третий Take Profit аналогичным образом. Если вы установили несколько целей Take Profit, но хотите, чтобы ваш бот оставался в сделке до тех пор, пока не будет получен сигнал о выходе, вы можете установить свою последнюю цель Take Profit на аномально высоком уровне. Например, вы можете выставить Take Profit на уровне в 1000%. Чтобы выбрать уровень Stop Loss, просто укажите процент, который будет рассчитываться от цены входа. Если вы торгуете на спотовом рынке, поле Stop Loss является обязательным. Если ваш скрипт Trading View уже включает уровень Stop Loss и он меняется от одной сделки к другой, вы можете либо оставить это поле пустым, если вы торгуете на фьючерсном рынке, либо сделать его равным 100%, если вы торгуете на спотовом рынке. Последние две функции доступны для любого бота. Это Трейлинг Стоп и DCA. У Трейлинг Стопа есть два параметра. Цена активации – активация Трейлинг Стоп и Трейлинг Стоп – выполнение Трейлинг Стопа. Первый определяет уровень, после которого ваш Трейлинг Стоп становится активным. Второй параметр – это фактический Трейлинг Стоп. Чтобы активировать Трейлинг Стоп, цена должна сначала достичь уровня активации, что означает, что цена должна идти в направлении вашей сделки на процент, который вы вводите в поле цены активации. Когда цена активации будет достигнута, это будет отправной точкой для вашего Трейлинг Стопа. Если цена будет продолжать увеличиваться, ваш Трейлинг Стоп будет двигаться в том же направлении на фиксированном расстоянии в процентах, которые вы указали в параметре трейлинг-стопа. Если цена снижается после достижения цены активации, то стоп будет активирован и будет оставаться на фиксированном расстоянии от цены активации на основе значений в процентах параметра трейлинг-стопа. Если цена активации не достигнута, значит в вашей стратегии нет трейлинг-стопа. DCA – это метод инвестирования, при котором вы покупаете определенную часть актива после определенного отклонения цены. Для использования этой функции вам необходимо установить 4 параметра. Первое, что вам нужно выбрать – это уровень, от которого будут рассчитываться целевые значения тейк-профита. Есть два варианта. Первый основан на ордере на вход. Это означает, что ваши уровни тейк-профита будут рассчитываться от цены входа в стратегию. Таким образом, ваш уровень цены тейк-профита будет зафиксирован. Другой вариант – установить уровень тейк-профита на основе средней цены позиции. Этот тип тейк-профита будет основан на пересчитывании средней цены позиции после каждого дополнительного входа и будет соответствующим образом корректировать уровень тейк-профита. Как следствие, цель тейк-профита будет фиксирована в процентах. Давайте теперь посмотрим на параметры DCA. Первый параметр, который нужно установить – это количество ордеров DCA. Этот параметр определяет, сколько входов будет иметь ваша общая стратегия. Отклонение цены для ордера DCA. Это значение в процентах, которое определяет отклонение дополнительных входов от цены первоначального входа. Множитель объема ордера DCA. Этот параметр определяет сумму, которую вы вкладываете в каждую дополнительную позицию. Если этот параметр равен одному, это означает, что каждый дополнительный вход будет осуществлен суммой как при первоначальном входе. Дополнительный объем будет добавлен к вашей позиции после второго входа DCA. Множитель отклонения цены ордера DCA. Это значение увеличит отклонение цены между каждым дополнительным входом. Оно рассчитывается как отклонение цены, умноженное на множитель отклонений. Заполнив все обязательные поля в настройках бота, настройте оповещение TradingView. Детальные видеообзоры по тому, как это сделать, расположены в правой части вкладки настроек бота. И прямо сейчас появятся в правом углу экрана. Вкладка боты. После того, как ваш первый бот будет создан, вы можете увидеть его на вкладке ботов. Здесь вы можете включить или отключить своего бота, отредактировать его, полностью удалить, а также проверить логи, в которых отображается статус сигналов. В файле логов не отображается, был ли успешен вход в стратегию. Он показывает, только удалось ли в Underbit Trading успешно получить и обработать сигнал TradingView. Чтобы проверить, действительно ли открыта позиция, вам нужно щелкнуть значок информации или переключиться на вкладку позиции. Marketplace. Еще одна важная вкладка платформы – это Marketplace. Давайте разберемся с ней поподробнее. В верхней части торговой площадки вы можете увидеть свою роль. Роль любого нового пользователя по умолчанию CopyTrader. Так сделано, потому что именно CopyTrader может изучить все функции, доступные на Underbit Trading. CopyTrader может создавать стратегии вручную, настраивать собственных ботов и следовать за другими трейдерами. Если вы начнете следовать за другими трейдерами, вы также сможете видеть количество аккаунтов трейдеров, на которые вы подписаны, и количество ботов, на которые вы подписаны. Торговая площадка разделена на две вкладки. Первая – это API аккаунты трейдера. В таблице ниже вы можете увидеть всех трейдеров, которые видны на рынке, увидеть их общую статистику для их аккаунтов и выбрать, хотите ли вы следовать за кем-либо из них. Вы также можете применить фильтры, чтобы видеть только тех трейдеров, в которых вы заинтересованы. Например, если вы торгуете фьючерсами на Binance, выберите биржу Binance Futures, затем выберите базовую валюту, которая есть на вашем счете и минимальное количество сделок. Нажмите кнопку «Применить» и ваша таблица изменится соответствующим образом. Затем вы можете посмотреть прозрачную торговую историю каждого интересующего вас трейдера, нажав кнопку «Стратегии». В правой части строки статистики каждого трейдера. В профиле трейдера вы сможете увидеть подробную статистику в каждой сделке, совершенную этим трейдером. Проанализировать и решить, подходит ли этот трейдер для вас. Если вы хотите подписаться на одного из трейдеров, нажмите кнопку «Копировать». Появится всплывающее окно, в котором вам нужно будет выбрать подключенную учетную запись API, с которой вы будете копировать позиции трейдера. Вы также можете увидеть условия трейдера, можно ли подписаться на него бесплатно или только после оплаты подписки, а также период, на который вы будете подписаны в качестве копий трейдера. После этого вам нужно выбрать «Хотите ли вы скопировать все действия или только сигналы входа и выхода». Если вы копируете все действия, то если трейдер будет корректировать стратегию во время ее работы, например, редактировать уровни тейк профита или стоп лосса, такая же корректировка будет произведена в вашей открытой стратегии. В отличии от опции «Все действия», когда вы выбираете только сигналы входа и выхода, то действия трейдера по редактированию стратегии будут проигнорированы. Как только вы начнете следовать за трейдером или ботом, вы можете управлять настройками копитрейзинга, нажав на кнопку «Управление» или выбрав вкладку «Копитрейзинг» в меню слева. В этой вкладке вы можете найти подробную информацию о трейдерах и ботах, за которыми вы следуете. Также на этой вкладке вы можете продлить подписку на трейдера или отписаться от него. Как стать трейдером. Если вы хотите, чтобы копитрейдеры следовали за вашими стратегиями и предоставлять им свои сигналы, все, что вам нужно сделать, это выбрать свою роль в качестве трейдера. Вы можете сделать это, нажав кнопку «Стать трейдером» в верхней части торговой площадки. Как только вы смените свою роль, верхняя часть торговой площадки изменится. Второй блок покажет общее количество учетных записей, которые подписаны на ваши профили API или ботов. В последнем блоке вы сможете увидеть общую прибыль от подписок, которую вы получили, сумму, которая уже была вам выплачена и сумму, которую вам предстоит получить. После этого нажмите на настройки, чтобы выбрать профили API, которые будут видны на торговой площадке и профили API, за которыми можно будет следовать. Для каждого профиля API вы можете выбрать, будет ли он отображаться на торговой площадке, разрешено ли другим трейдерам следовать за ним и можно ли копировать ваш профиль API бесплатно. Вы можете ввести любую цену за подписку и сохранить изменения. Чтобы разблокировать функцию платной подписки, вам необходимо совершить не менее 20 сделок в течение последних 30 дней. Те же настройки применимы и к вашим ботам. Не забудьте указать адрес своего кошелька USDT, на который вы хотите получать выплаты за платные подписки на копитрейде. Рефералы. Также хотим обратить ваше внимание на нашу реферальную программу. Это прекрасная возможность получить пожизненную комиссию в размере 20% за каждого привлеченного участника, который приобретет любой план подписки. В то же время ваш реферал также получит 10% скидку на любой месячный план подписки на всю жизнь. У нас также очень прозрачная система выплат. В любой момент вы сможете увидеть общую прибыль, которую вы получите от рефералов, сумму, которая уже была выплачена вам и сумму, которую предстоит получить. Убедитесь, что вы указали свой адрес USDT для выплат. Подписки. На вкладке подписок вы можете приобрести, продлить или обновить план подписки. Сравните планы в таблице ниже, выберите тот, который вам подходит. Выберите продолжительность подписки и нажмите кнопку повысить. Познакомьтесь с подробной информацией о плане, который вы собираетесь приобрести и нажмите на кнопку оплатить криптовалютой. Вы будете переведены в платежную систему CoinGate. Здесь вы можете выбрать валюту, которой хотите заплатить. И не забывайте, что вы можете нажать на опцию More Coins, чтобы выбрать наиболее подходящую для вас валюту. На данный момент валютами с самой низкой комиссией за транзакцию являются Litecoin и XRP. После оплаты вы будете переведены обратно на платформу Wunderbit Trading. Как только оплата будет подтверждена CoinGate, ваша подписка будет активирована автоматически. Где найти помощь? Если у вас есть какие-либо проблемы, вопросы или предложения для нас, вы можете нажать кнопку чата в правом нижнем углу и связаться с нашей службой поддержки. Подробные руководства по настройке ботов, устранению неполадок в их работе и запуску стратегий можно найти в нашей базе знаний. Чтобы попасть в базу знаний, просто щелкните вкладку «База знаний» в меню. Вы будете переведены в наш центр помощи, где представлены статьи по самым разнообразным темам. Wunderbit Trading – это мощная платформа, которая позволяет автоматизировать трейдинг и увеличит инвестиции в криптовалюту с помощью копитрейдинга. Присоединяйтесь к Wunderbit Trading сегодня и пусть ваши криптоактивы работают на вас.